Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представлюсь для тех, с кем не знаком. Меня зовут Алексей Дудник, я врач-сердечно-судистый хирург областной клинической больницы. Занимаюсь хирургическим интервенционным лечением нарушений сердечного ритма у взрослых детей на базе обоих кардиохирургических отделений. Ну и далее я камеру выключу для того, чтобы не отвлекать от сути доклада. Для того, чтобы соответствовать высоким стандартам современной ритмологии, операционная должна быть хорошо оснащена, а хорошее оснащение подразумевает ангиографический комплекс экспертного класса, наличие электрофизиологической навигационной аппаратуры с возможностью высокоплотного картирования, а также наличие УЗИ-аппарата экспертного класса с возможностью проведения внутрисердечных исследований. Положительный момент заключается в том, что в настоящее время мы располагаем хорошим ЭФИ и навигационным комплексом. Плохой момент заключается в том, что внутрисердечного УЗИ у нас нет, и работаем мы на 13-летней цедуге, практически исчерпавшей свой ресурс. В частности, в ходе ряда процедур нам приходится выполнять прямые ангиографические исследования, такие как коронарографию, ангиографию коронарного синуса, ангиографию левого предсердия, легочных вен. И современная операционная для лечения аритмии должна выглядеть именно так. Наша операционная выглядит на несколько порядков скромней. Старая цедуга с ручным вращением, мягко говоря, не идеальная рентгеновская визуализация, возможности внутрисердечного УЗИ нет. Но зато с октября прошлого года в нашем распоряжении оказался прекрасный электрофизиологический инновационный комплекс компании Эббот. Навигационная система называется Inside Precision. Это предыдущее поколение, а самое современное называется Inside X. Система чисто импедансная. Планировалось установить магнитный модуль, так как это повышает точность и стабильность карты. Однако технически это оказалось невозможным, из-за особенностей нашего рентген-стола. Если коротко, то система позволяет строить анатомические модели и разные типы карт, осуществлять непрерывный мониторинг положения катетеров. Важной особенностью является совместимость с любыми катетерами любых производителей. Есть возможность быстрого перестроения карт на основе ранее собранных данных. Появилась возможность использовать аблационные катетеры с датчиком контактного усилия, а также возможность высокоплотного картирования. Advisor HD-Grid – это передовой диагностический катетер с потрясающими возможностями. Что нам дала такая модернизация? Во-первых, резкое, а это в несколько раз, уменьшение лучевой нагрузки на всех аблациях с применением навигации. Во-вторых, повышение эффективности и расширение спектра аритмий, за лечение которых мы беремся. Давайте же рассмотрим примеры применения этой аппаратуры при различных аритмиях. Рутинное применение навигации при АВ-узловых тахикардиях существенно снизило лучевую нагрузку и увеличило безопасность процедуры. В ходе процедур мы строим анатомическую модель правого предсердия, коронарный синус, маркируем область пучка ГИСа. Далее у нас имеется непрерывный мониторинг к положению аблационного катетера. Это увеличивает безопасность вмешательства, позволяет проводить кучные воздействия в облачно-медленных путей АВ-соединении. Феномен и синдром ВПВ. Какие на сегодняшний день тенденции мы отмечаем? Это все большее количество процедур у детей. Все чаще и чаще мы имеем дело со сложными локализациями дополнительных путей. И, наконец, типичные варианты в виде волокон махаема встречаются также часто. Например, фасцикловентрикулярное соединение только в этом году встретились в четырех пациентах, хотя ранее это считалось большой-большой редкостью. Отдельно про наш тактический подход в отношении феномена ВПВ. Считаем, что всем пациентам следует выполнять ЭФИ. Особенно это касается детей, у которых риск внезапной смерти выше, чем у взрослых. При высоком риске внезапной смерти однозначно обладся. При отсутствии высокого риска все равно лучше выполнить РЧ. Допустимо отказаться от нее только при опасной локализации ДПЖС и явном отсутствии критериев высокого риска. Наше такое радикальное отношение обусловлено следующим. Это риск внезапной смерти. На слайде наше наблюдение. Мальчик 17 лет с феноменом ВПВ, то есть бессимптомный. В ходе ЭФИ у него индуцировалась антидромная тахикардия, которая быстро перешла в фибрилляцию предсердия с быстрым проведением на желудочке и также быстро трансформировалась в фибрилляцию желудочков, которая потребовала экстренной дефибрилляции. При выполнении ЭФИ, а особенно у детей под общей анестезией, адреномиметики могут драматически менять электрофизиологические свойства пучка. Поэтому заключение о неопасных свойствах пучка без ЭФИ на фоне введения адреномиметиков некорректно. Но основная проблема заключается в том, что у большого числа детей с феноменом, у которых развились жизнеугрожающие события, в ЭФИ-лаборатории в дальнейшем не удавалось продемонстрировать опасные свойства ДПЖС, несмотря на полноценный протокол с применением изопротеринола. На основании этого большинство аритмологов считают, что облации дополнительных путей следует выполнять всегда. Какие же новые технологии у нас появились? Рутинное использование навигации также позволило свести рентгеннагрузку к минимуму, что особенно важно у детей. При парагесиальной локализации мы начали использовать фокусную криоаблацию и, наконец, начали внедрять высокоплотное картирование по технологии Open Window, что позволяет исключительно точно визуализировать пучок. Применение фокусного крио в парагесиальной области существенно повышает безопасность вмешательства, хоть и ценой большего количества рецидивов. Реализуется это за счет двух механизмов. Во-первых, в высокой адгезии катетер просто намертво прилипает к ткани и никуда не смещается. Во-вторых, это возможность криомэппинга. При температуре в минус 40 градусов воздействие имеет полностью обратимый эффект. Если ДПЖС закрывается и не возникает никаких нарушений проводимости, температура снижается до минус 70 градусов и продолжается воздействие не менее 4 минут. Если же нет эффекта, либо возникает блокада, воздействие немедленно прекращается, ткань отогревается, блокада проходит. А в наличии такие катетеры у нас есть. И первую процедуру у ребенка мы уже успешно провели. В ходе вмешательств при феномене синдрома ВПВ мы обычно не строим полноценные анатомические модели, выстраиваем только зону интереса. Так, на данном слайде слева в сеточку изображен фрагмент правого предсердия, катетер в коронарном синусе, а также аблационный катетер маркированного область пучка ГИСа и нанесенное аблационное воздействие. Исходные воздействия были нанесены в области устья коронарного синуса, но оказались неэффективными. Воздействие же септальной стороны слева привело к немедленному эффекту. Самым частым врожденным пороком, ассоциированным с ВПВ, является аномалия Эпштейна. РЧА при этом характеризуется некоторыми особенностями, связанными со смещением септуальной створки трехсторчатого клапана. В данном случае мы провели классическое активационное картирование, выявив раннюю активацию примерно на 4-5 часах по кольцу трехсторчатого клапана. Эффект был достигнут лишь на 15 секунды и оказался временным. Перекартировали зону интереса, теперь ранняя желудочная активация локализовалась намного латеральней, а эффект от аблации был достигнут уже на 3-й секунде, воздействие был стойким. На слайде показан момент закрытия проведения по пучку. Обратите внимание, что преэкзитация маскировала блокаду правой ножки пучка ГИСа, которая является характерным для аномалии Эпштейна. Ну, а это окончательный объем радиочастотных воздействий, так называемый аблационный сет. Наконец, самая передовая технология высокоплотного картирования пучков – Open Window Mapping. Она позволяет прямо визуализировать DPJS путем высокоплотного картирования. В настоящее время мы только начали ее применять и набираем опыта, но первые впечатления очень положительные. Так, на прошлой неделе впервые применили и на практике, и на слайде показана карта распространения возбуждения. Виден прорыв возбуждения на желудочек по дополнительному пути в обход области пучка ГИСа. Что нового у нас в отношении лечения трепетания предсердий? Опять же, это резкое сокращение лучевой нагрузки благодаря навигации. Сохранение системы аблационных точек позволяет выстраивать непрерывные линии повреждения. Благодаря высокоплотному картированию значительно повысилась эффективность аблаций при атипичных трепетаниях, и мы перешли на современный высокоэнергетический режим орошаемых аблаций, благодаря чему значительно сократилась продолжительность операций. При типичном трепетании обычно мы строим только анатомическую модель правого предсердия и проводим линейную серию воздействий в кава-трикоспедальном перешейке от кольца трехстворчатого клапана до устья нижней половой вены. Примерно так это выглядит во время операции. На дальнем слайде представлена вольтажная карта пациента с типичным трепетанием, совмещенной с режимом спаркл. Пациент с типичным трепетанием предсердия и направлением движения волны реэнтри по часовой стрелке. Явные рубцовые изменения и показан момент восстановления синусового ритма на высоте аблаций. Пациентка с постоянным атипичным трепетанием. В анамнезе у нее было протезирование митрального клапана, аблация в кава-трикоспедальном перешейке. Выполнена массивная аблация в септальном перешейке, но она привела лишь к замедлению цикла тахикардии на 30 мс. В связи с этим мы перестроили активационную карту. Выполнено построение карты катетером HD-Grid, и в реале это выглядит примерно так, единственное, на данном слайде мы несколько ускорили процесс. Зона интереса локализовалась в перегородке значительно выше предыдущих мест воздействия. На основании чего был сделан вывод о том, что, возможно, круг реэнтри находится в перегородке вокруг септотомного рубца. Того, который остался после доступа к митральному клапану. Показаны этапы построения активационной карты, так называемой лата-карты. Раннее встречается с поздним. Далее переключились на режим Propagation Map, распространение волны возбуждения. И наиболее интересной нам показалась вот эта вот зона. Аблация в данной области привела к быстрому восстановлению синусового ритма. Вот мы видим восстановление синусового ритма. Также мы активно пользуемся навигацией при аблациях предсердных тахикардий. На слайде представлено построение активационной карты правого предсердия в режиме TurboMapping. Так, если мы захотим перестроить карту с иными настройками, иными алгоритмами, либо задать за образец иную морфологию комплекса QRS, как при множественных морфологиях ExtraSystem, эта функция построит нам новую карту буквально за несколько минут. В данном случае мы видим очаг локализован в области терминальной кризиса. В режиме Propagation Map именно здесь зарождается импульс. Обратно вернулись в лад-карту с режимом Sparkle. Вот эти пузырьки. И дальше мы ползунки так настраиваем, чтобы нам было удобно работать и визуализировать. Но это финальный аблационный сет. Тахикардия ушла буквально с первого воздействия пациентки. Желудочковое нарушение ритма. Что касается тенденций, в последнее время мы все чаще сталкиваемся с трудными локализациями диапатических ЖЭС и ЖТ. Так банальные аритмии из выходного отдела правого желудочка почему-то встречаются все реже и реже. Функция TurboMapping и возможность быстрого высокоплотного картирования HD-гридом дает возможность картировать несколько очагов аритмии. И, наконец, система дает возможность картировать желудочковой тахикардии на фоне структурной патологии, в частности, постанфарктная. Успехи коллективного разума в этом направлении, весьма четкие протоколы картирования, в том числе и на синусовом ритме, позволяют весьма позитивно оценивать перспективное лечение данной тяжелейшей категории пациентов. Саммит левого желудочка – это одна из труднодоступных зон для катетерной аблации. И раньше встречалась такая локализация не так-то и часто, но в этом году насчитали уже 10 случаев таких аритмий. В качестве примера разберем РЧА у девочки 15 лет. Активационная карта слева построен корень орты с синусами вальсальва, выходной отдел левого желудочка, маркированная область пучка ГИСа, устье левой коронарной артерии. Наиболее ранняя зона активации зарегистрирована в устье левой коронарной артерии. Однако ближайшими активационными характеристиками является зона с опережением в минус 30 миллисекунд под левой створкой ортального клапана. Аблация здесь привела к полному оккупированию экстрасистолии на первых секундах воздействия. Вот сейчас мы видим, началась аблация, мощность пошла, последняя экстрасистола и аритмия полностью оккупировалась. Ну а здесь финальный окончательный объем радиочастотных воздействий. В саммите мы обычно наносим существенно больше объем повреждений, но вредей минимизируем объем радиочастотных воздействий. Ну и наконец, пациент с постанфарктом кардиосклерозом, шунтированный и стентированный, с ЭКД, неоднократными эпизодами электрического шторма. Поступил с непрерывно рецидивирующей медленной ЖТ, с частотой сердечных сокращений 120 ударов в минуту. Вольтажная карта демонстрирует значительно рубцовые изменения в передней перегородочной области, в верхушке, где располагается плоская невризма. Вот эта серая зона на вольтажной карте это практически область очень плотного рубца и практически с отсутствующей электрической активностью. Высокоплотная карта была построена катетером HD-Грид. Мы можем визуализировать область критического перешейка желудочной тахикардии прямо в области плотного рубца. Важно, заменив катетер на аблационный, не стать жертвой феномена биполярной слепоты, потому что на аблационном катетере здесь можно не увидеть никаких сигналов. Поэтому надо верить построенной карте, наносить воздействие прямо в рубце, но, как я и сказал, доверяя построенной карте. Наконец, следует коснуться темы фибрилляции предсердий. Здесь мы по-прежнему выполняем только криобаловную изоляцию легочных вен. Почему так? Во-первых, именно изоляция легочных вен остается обязательным золотым стандартом как при пароксизмальной, так и при персистирующих формах. Главное, что при крио нет различий в эффективности между высокообъемными и низкообъемными центрами. Поэтому это метод выбора для центров с небольшим количеством операций, к которым относится и наша клиника. Для того, чтобы существенно превзойти по эффективности крио, необходимо очень много оперировать. Тогда на самом деле можно попасть в число высококлассных специалистов, эффективность аблаций в руках которых существенно превышает возможности криобаловной изоляции. Важно также и то, что по части серьезных осложнений, таких как тампонады сердца, пищеводно-предсердные фистулы, крио существенно безопаснее, чем рча. У нас в настоящее время нет возможности существенно увеличить поток пациентов. Лист ожиданий переполнен другой патологии. В наличии всего одна операционная. Нет магнитной навигации, которая существенно улучшает точность и, главное, стабильность выстраиваемых карт. Мало квот. Пока организационные условия не улучшатся, ситуация с ФП кардинально не изменится. Ну и буквально пара слов об организационных моментах. Мне часто говорят, что я сгущаю краски, но вот объективная статистика. В сравнении со среднероссийскими показателями, по обеспеченности операциями, ситуация выглядит очень нерадужной. Особенно по дефибрилляторам и катетерным аблациям. Мало того, что разрыв колоссальный по аблациям в 6 раз в сравнении со среднероссийскими показателями, так еще и увеличивается с каждым годом. Так, по результатам 2022 года у нас 69 место из 76 регионов по обеспеченности операциями. Это данные Бакулевского центра на основе анкетирования центров, которые занимаются лечением аритмии. Для того, чтобы приблизиться к среднероссийским показателям, необходимо количество операций увеличить более чем в 2 раза. В абсолютном исчислении стремиться к выполнению полутора тысяч операций. Ну и в качестве основного вывода хочу сказать, что на сегодняшний день у нас проводятся катетерные аблации практически всех видов аритмий, но в явно недостаточном количестве. Причиной этого являются исключительно вопросы организационного характера. И если их не решить, количество операций не изменится, и отставание будет прогрессировать. В принципе, и все, что я хотел сказать в своем докладе, посвященном современному положению дел в интернационной аритмологии в Иркутской областной клинической больнице. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.